Пятый канал представляет Ильяна, смотри, а у нас по утренней сводке такой китаец в угнанных проходил. Пойдем посмотрим. Пойдем. Теплый еще. Высотка, 10-8, во дворе темно-бордовый китаец. Возможно, в угоне. Литые диски, ржавчина на капоте и покоца на левое крыло. И короче, замполита орать дала, а я ему, да хорош орать-то, я уж таких, как ты, троих пережил. На землю! Брось на оружие! Толян! Толян, ты как? Десять-восемь. Семенова, десять. Скорую сюда, срочно. Экспертер ранен. Толян, Толян, ты как? Да нормально. Дотяну до скорой. Давай за ними. Да ты что, как я тебя брошу? Да, Саня, а уйдут же. Я нормалек. Давай за ними. Их трое вооружены. Преследуют ворами. Стоять! Стоять! Контроль! Отец, Стуча, перекройте двор! Наручники есть? Есть. Оставайся с ними. Оставайся! Замасricht. КОНЕЦ Замасricht. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Он как? Живой? Да живой я. Я ж тебе сказал там оставаться. Так я его к трубе пристегнул. Номера запомнил? Нет, не видел. Что встали? В больницу его увезите? Мне очень жаль. Он уже не дышал. Ну как? Он только что в сознании. Майор, соберись. Он мертв. Эти трое откуда бежали? С какого подъезда? Первый подъезд оттуда. Тулян. Командир, я что-то слышу. Дверь приоткрыта. Что произошло? Деньги, развяжите меня! За мечты и за жизни, за все, что свято в нас, Поприказу отчисты, работает спецназ! Давно с ним работали? Да мы с Толей семь лет с семьями дружим. Гок обок во всех нарядах. Он мне как брат был. Как я его жене в глаза буду смотреть? Сочувствую. Вить, привет. Привет. Налетчики ограбили квартиру. Три человека. Украли деньги. Семнадцать миллионов рублей. Рисковано такую сумму дома держать. Сюда они приехали на угнанной машине. Во дворе экипаж ДПС проводили рейд. В общем, их срисовали, а в итоге перестрелка. Ты сам как? А чего мне будет? Потапов? Что у тебя? В машине куча отпечатков. Будем надеяться, что их. Ну, сейчас все отправим в лабораторию. Смысл? Свою машину они оставили в гараже в соседнем квартале. Это сюда они приехали на украденной машине. А, мы знаем цвет, модель и марку. Машина сейчас в розыске. В поиске. Док, осматривали бойца? Не надо, все в порядке. А давайте-ка я вас отвезу в больницу. Слово врача – закон. Не надо, я сам. Хорошо выглядишь. У нас столик был заказан в ресторане. Мы в это время в прихожей одевались. Вдруг звонок в дверь. Наташа открыла, а там эти трое стоят. Вы сказали, что похищены 17 миллионов рублей. Зачем держать такую сумму дома? Квартиру хотел купить. Продавец попросил наличку заплатить. Ну, чтоб потом в договоре другую сумму вписать. Ну, чтоб налог меньше платить. Кто еще знал, что деньги у вас? Родственники, друзья, риэлторы, может быть, продавец квартиры? Я никому не говорил. А остальные не знаю. Ты чего? Чего к чему? Ты мне скажи. Ты им дверь открыла? А ты чего такой-то? Посмотри, а не открой. Глазок, по-твоему, зачем дура? Успокойтесь. Спасибо. А то я боялась, что он меня ударит. Зато как человек открылся, а? Баба не может чего попала. У вас такая речь интересная. А вы откуда? С Адмиралтейского. А вас как зовут? Вас ланцет называют. Странное имя. Нет, это позывной. А ланцет – это хирургический инструмент. Ну, иголка такая специальная. В общем, долго рассказывать. А зовут Юра. И кто мне говорил, что я на каждом выезде девчонок тепляю? А сам? Ну, просто человеку нужна была помощь. Это у нас вообще работа такая – людям помогать. Ланцет, я тебе по собственному опыту скажу. Лучше не суйся. Там что-то нечистое. Но кто еще, кроме нее, мог знать про эти деньги? Ну, может, он в банке их снял, пока нес домой и его высадили. Ну, и налетели бы сразу же. Зачем ждать, когда он их в квартире спрячет? Нет. Да не может быть, она научится. Она какая-то проста и искренняя. Ай. 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 Здесь никто времени зря не теряет. Ниш? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно тебя на минутку? Парни, я сейчас подойду. Коллеги. Извини, что я так нагрянула. Просто ты не отвечал. Я решила на удачу. Я не могла у тебя дома оставить мой чокер. Чокер? Не, не видел. Не думал, что ты любишь эти кожаные штучки с шипами. Да не такой чокер ты даешь. Колье, украшение такое. Серебряная широкая цепочка. Ну, в виде ленты. Не, не видел. А ты можешь мне дать ключи от квартиры? Я заеду. Приезжай лучше вечером. Вместе поищем. Ну, в кровати, на подоконнике. Миш, вечером мне как? Чокер нужен сейчас. Мне его Антон подарил. Я его всегда надеваю с вечерними платьями. А сегодня у моего коллеги юбилей. Будет странно, если я приду без украшений. Чего ты придумываешь? Какие-то подвески королевы. Нацепи что-нибудь другое. Твой Антон ничего не заметит. Тебе трудно дать ключи? Поль, да мне не трудно. Я вообще-то тебе дубликат сделал. Что? Чтоб ты утром спала, никуда не торопилась. Чтоб вечером как домой возвращалась. Так. Спасибо. Ну что, переломов нет. Зато есть трещины ребра слева. Поэтому давай как-то поосторожнее. Я прям отчетливо представляю, как я плавно и не торопливо уберу очередного бандита. Вить, я все понимаю. Но придется как-то поаккуратнее. Договорились? Доктор, честная пионерская. Начальству передаем наш ТП. Что случилось? Может экстренного кого привезли? Раненый бандит здесь? Да. Да. Стволы бросили? Нет. Стволы бросили! Я завалю ее! Ты сразу получишь пули в лоб! Да не помню! Стволы бросили! Эй, мужик! Назад! Скальпель открой! А! Ей, Собра, стоять! Вы должны были охранять его! Скальпель! Кто третий? Кто третий? Кто третий? Все скажу! Отпусти! Я все скажу! Да мы же Никомова почти не знали. Сказал, что Макс зовут. А там бог его знает. Кто он? Я раньше не видел его никогда. Как он на вас вышел? Да без понятия. Сказал, что хорошие люди порекомендовали. Я так понял, он сидевший. Мы тоже, может, общие знакомые подсказали. Номер телефона его знаешь? Нет. Мы тупо договаривались, что будем встречаться в определенном месте. Сказал, что нужны надежные пацаны для дела. Пообещал по пятьсот штук на брата за час работы. Кто что-то откажется? У него машина красный джук. Номер помнишь? Да я не знаю ни этого Макса, ни где он живет. И какая машина, тачка у него. Он тупо нас сегодня подобрал на этой тачке, которую во дворе менты ваши спалили. Дал маски, стволы. Сказал, что делать. Все. Мужики, наша операция, ну просто по всем новостям, даже по центральному. Перестрелка в петербургской подворотне. Бойцы Собра не догоняют. Убийцы ушли от бойцов спецназа. Короче, культурная столица опять зажигает. Сегодня не такая уж культурная, но все-таки столица. Не вижу причин, почему бы не выпить по этому поводу. Мужики, я пропущу, что-то настроение нет. Это чего это? На. Это что? Девушка заходила, тебя спрашивала. Юра Ланцета, говорит, позовите. Телефончик оставила. Так, я вас догоню. Все-таки та самая. Ну пока, расскажешь потом. Да, здравствуйте, это Юра. Наташа, да. Я догадался, что это вы. Знать теперь, кто такой Макс и как про деньги узнал? Продавец квартиры или агентственной недвижимости, через которую проводилась сделка? Или наводчик риэлтор? Тебя подвезти? Нет, спасибо. А Потапов обещал за мной заехать. Криминалист уже не Евгений, а Потапов. Все так плохо. А для тебя это важно? Я лучше подожду. Евгений не обрадуется, что я уехала с бывшим мужем. Ты боишься, что он поймет все неправильно, или наоборот, что слишком все правильно поймет? Фирс, езжай. Пока. Мне надо говядину нарезать тонкими полосками. А этим ножом вообще в принципе ничего нарезать невозможно. Чего ты так волнуешься? Давай я наточу нож. Ну а брусок? Мне иногда кажется, что ты здесь как квартирант. Нельзя все ножи тащить вовремя. Я думаю, у тебя в отряде наверняка все оружие в полном порядке. Ну так там от этого жизнь зависит, мам. А не какой-то там Бевстроганов. Кстати, что там с Витей? У него трещина ребра. Конечно, ничего особенного. Но стоило бы полежать дома. Ну это исключено. Ты же знаешь, что для него работа это все. Особенно после развода. Особенно? Да ничего не изменилось. Для него работа всегда была на первом месте. Поэтому Валя и не выдержала. Первое, второе место – это что, конкурс какой-то, что ли? Это то же самое, что спросить, какого ребенка ты любишь больше. А я помню. Таня как-то спросила у мамы, кого она больше любит. Ее или меня? А вам пальчик какой больше нужен? Этот или вот этот? Этот или вот этот? Может быть, этот или вот этот или вот этот? Хорошо. Ну, наконец-то. Ничего себе. А как же юбилей? Юбиляр заболел. И я подумала не пропадать же вечернему наряду. Открывай. А почему мы именно сюда пришли? Здесь какой-то чай особенный. Да нет, мы с парнями просто постоянно здесь отдыхаем. Ах, чувствую, вы здесь не просто тырс ловите. Уж очень девушка старается на нас не смотреть. Да нет, я не понимаю, о чем ты. Прости, вы. Прости, вы. Лучше ты. Договорились. Так, откуда ты? Из Бердска. Чудный город. Очень красивый. Я вот всю жизнь мечтал там побывать. Там бритвы классные. Так ты даже не знаешь, где это угадала? Понятия не имею. Слушай, Наташа, а вот этот Корякин, у вас с ним серьезно? Ну, встречались мы с ним пару месяцев. Да вроде неплохим казался. При деньгах. Ну, после сегодняшнего я что-то не горю желанием с ним дальше общаться. Что-нибудь еще желаете? Да нет, у нас все в порядке. Бывшая? Скорее, несостоявшаяся. Да, не важно. А в Петербурге ты давно? Мы с подружкой приехали большой город покорять. Но она в Москву хотела, а для меня там слишком шумно. Вот я ее уговорила сюда перебраться. Да, мы с ней квартиру вместе снимаем. Так что к себе пригласить не могу. Ну, зато я один живу. Нет, я ей ни на что не намекаю. Так, просто к слову пришлось. Спасибо. Наша фирма на рынке недвижимости девять лет. Мы очень строго относимся к работе и к выбору персонала. Десять процентов. Что? Десять процентов преступлений в сфере недвижимости совершают, к сожалению, риэлторы. Но это же не значит, что... Конечно, не значит. Но нам нужно все проверить, потому что погибли люди и все из-за денег на квартиру, о которой знали в вашей фирме. Кто, кстати? Я и моя помощница, собственно, больше никто. Что можете сказать про помощницу? Соня блестящая девушка. В смысле, любит стразы? В смысле, блестящий профессионал. Можете про нее даже не думать. Это исключено. Я вам со всей ответственностью заявляю. В общем, мне нужны фамилии и имена всех ваших сотрудников и их паспортные данные. На каком основании? Постановление есть у вас? Если у меня будет постановление, я приду в ваш офис со спецназом и сама все заберу. Поэтому пишите. Актуально, секунду. Мы установили личность третьего бандита. Максим Безруков, 32 года. Я уроженец Новосибирска. В Новосибирской области, Алтайском крае, совершил несколько разбойных нападений и убийств. За что был осужден на 12 лет. Был отпущен в июле этого года. Год назад сразу сюда. Зачем? Большой город, большие деньги. Или что-то еще. Так, Женя. Пусть канцелярия запросит из тюрьмы, где сидел Безруков, все, что по нему есть. С кем общался, с кем переписывался. Посмотрим, может быть, у него в Петербурге есть родственники или друзья. Спасибо. А вы знаком молодой человек по имени Максим. Максим, да и бог с ним. Никогда не видела. А должна была? В вашей фирме работает кто-нибудь, кто недавно приехал из Сибири. Ой. Что? Иркутск. Это уже у нас Сибирь. Моя помощница Соня оттуда. А-а-а. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помогите! Роман, гражданская! Мусоров навела, падла! Давай, иди сюда! Опусти! Вообще больно! Слушай, дровосек! Где Макс? Где Макс? Не знаю! Тут был! Ты кто? Макс! При обыске в сарае обнаружена партия электроинструментов из магазина. Неизвестные скрыли помещение через крышу и вынесли оттуда кучу добра. Мы сначала местных наркоманов подозревали, в том числе этих двоих. Даже допросить хотели, но они куда-то смылись. Понятно, куда. У сестры решили отсидеться. В СОБР. Спасибо вам, мужики. Кражу нам раскрыли. С меня, Поляна, очередь вставай. Я из Иркутска сразу после школы приехала. Пока вот в этом доме живу, пока своего жилья нет, учетки. Все так хорошо было, пока этот наркоман вонючий ко мне не приехал. Я не вкупаю, ты нормальный, нет? Ну ты чуть сестру свою родную не убил. Успокойтесь, его убили, он вас не слышит. Зато я вас слушаю, говорите. Простите. Понимаете, он здесь живет, а жрет, тырсится. Ну я ему говорю, выметайся. Он меня давай душить. Ну сами видели. Меня, сестру свою родную. Да чтоб ты сдох, козел! Этого человека знаете? Нет. Посмотрите повнимательнее. Да нет. Он ваш земляк, сибиряк. И что теперь? Ну я правда не знаю, кто это. В Сибири тридцать миллионов человек живет. Я что, всех знать что ли должна? Некоторых вон лучше бы не знала! Козел! Брат с сестрой та еще парочка. Да. Но если бы девчонка была одна отчицей, Макс этого брата давно убрал бы. Судя по всему, парень отмороженный. К тому же может и наркоман. Э, для наркоман слишком хорошая реакция. Нариков я сразу вычисляю. Тогда у меня пока тупик. Знаю только одно. Ты очень хорошо анализируешь. Пойду думать. Это, Соня, та еще истеричка. Ромай, а ты чего растерялся? Ты же любишь таких. Я люблю эмоциональных, а не в состоянии аффекта. К тому же у нее семейка тревожная. Францет, все в порядке? Виктор Игоревич, обратили внимание, как она разговаривает? Как? Обычно. Дерзко. Да я немного не об этом. Слова выражаю, такие специфические у меня. Вот я за всю жизнь ни разу не слышал, выражение тырсится. А сегодня уже дважды услышал. И? Парня никто не знает, где находится город Бердск. Бердск, это город под Новосибом. Ну точно. Не хочу делать поспешных выводов, но я когда это Соня слушал, вспоминал Наташу. Наташа, это из квартиры? Карякина. Это к чему? Да походу Наташа и Максим тоже земляки. Ох, Ланцетты, голова. Ха-ха-ха-на. Досье Макса говорится, что он совершил несколько крупных грабежей и разбоев. В Новосибирской области, в Алтайском крае. Возможно, что и в Бердске. И все по наводке? Скорее всего. Что примечательно, что на суде он своих наводчиков не сдал. Оно и понятно. Двое – это уже организованная преступная группировка. За это и срок будет другой. Ты думаешь, это Наташа? Я не хочу тебя расстраивать, Юра. Она знала про деньги. Она открыла дверь бандитам. И она же пыталась закадрить опера, который был причастен к расследованию. Слишком много совпадений, согласись. А еще говорите, что это я вечно дурных баб цепляю. Не к месту, да? Вот и дуракная иная. Давай, слушаю. Пришли адрес. У нас есть адрес Наташи. Ты чего так напрягся-то? Расслабься. Стекло поменял, пулевое отверстие замазал. Но это точно наша тачка. Работаем максимально жестко. Перед нами особо опасный преступник. Роли меняем. Третьим пойдет Ромео. Ланцет на входе. Пионер. Ланцет. Слушай, может, ментам позвоним? Нет. Только нет. Умоляю. Сидеть. Сидеть. Чисто. Чисто. Ну, как с меня рисовали? Вы? А вы чего делаете? Свою работу. Ладно, все, хватит наигралось. Где Макс? Какой еще Макс? Дружок твой из Новосибирска. Узнаешь или память отшибла? А вы почему со мной так разговариваете? А кто вам дал право? Что с ней? Кто это сделал? Это Макс? Какой Макс? Вы чего, с ума посходили, что ли? Я сама только с работы приехала, а Галя избитая. Я ее спрашиваю, а она ничего не говорит. Девушка, это ваша соседка? Вы с ней вместе квартиру снимаете? Что с вами случилось? Кто это сделал? Оставьте меня в покое. Я ничего не знаю. Машина Макса стоит во дворе. Значит, он где-то здесь. Где? В соседней квартире? Мы никакого Макса не знаем. И вообще, где Юра? Можно с Юрой поговорить? Нет. Упакуйте их. С ними Валя разберется. Это трефы. Нужна машина для задержанных. Извините, а можно я переоденусь и в порядок себя приведу? Валя, наводчица живет с подругой, ее кто-то избил. Не исключено, что Макс захочет убрать наводчицу как лишнего свидетеля. Я перезвоню. Ланцет, как ты думаешь, что это? След от ботинка. 42-го размера. Это не просто след от ботинка. Это протектор от форменной обуви. Типоверцы. Их носят ППСники, работники ГИБДД. И этот след из тысячи узнает. ГИБДД. ГИБДД. Я же тебе сказал, там оставаться. Я в трубе пристегнул. Номера запомнил? Нет, не видел. Собирайтесь. Красный аджук во дворе твой? Нет. Галин. Соседки моей. А при чем здесь ее машина? Кто избил Галю? Это был полицейский? Откуда вы знаете? Да, но Галя сказала никому не говорить. Просто тот полицейский угрожал ей, что найдет ее и убьет, если она скажет. Где она? Передевайся же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтоб тебя. Ты хвасталась Гале, что твой мужик хочет купить квартиру? То, что у него в доме куча денег, правильно? Да просто я никогда в жизни столько денег в глаза не видела. Поделилась ее. Я же не знала. А Макса ты знаешь? Нет. Галя, она встречалась с кем-то. Но она не любила о нем ничего рассказывать, скрывала. Да и сюда он ни разу не приходил. Я-то подумала, он женат или типа того. Ты как? Соседка по квартире тоже из Новосибирской области. Наверняка она была знакома с Максом еще до его отсидки. Не исключено, что она и была его наводчицей, которую он так и не сдал. После отсидки он опять приехал к ней. А вчера для нападения на квартиру Карякина взял ее машину? Сейчас это уже не главное. Старлей Архипов нам соврал. Он разглядел номера машины, пробил их по базе, приехал сюда и выбил из девчонки информацию, где искать Макса. Да там мстить за напарника. Понятно. Времени в обрез. Мы не знаем, где Макс, не знаем, где Галя. Она сбежала без мобильного сигнала не отследить. Надо найти Архипова. Объявляю его в розыск. Подожди. Он был в форме, когда здесь нарисовался. Вполне возможно, что сегодня он при исполнении. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОРДИНАТЫ УСТАНОВИЛИ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Архипов далеко от своей зоны патрулирования. Его точный адрес. Полежаева, 35. Выставь туда все свободные наряды. Только не это. Если квартал наводнит кавалерия, Макс может устроить все, что угодно, вплоть до захвата заложников. Терять ему нечего. Его в угол загнали. Рисковать нельзя. Мы сами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, вроде тихо. Можешь выходить. Руки поднял. Отошел от машины медленно. Слышь, мужик, тебе че? Ты кто такой вообще, а? А так тебе непонятно? А? А че ты приехал-то? Почему не другие менты, а? Я ж тебя не задерживать пришел, собака. Сейчас об этом пожалеешь. Поднял руки. Максим! Спасибо. Сереги. Поднял. У-у-у-у. Ай, Ай, Макс, не ты! Ай, ты! Ай, Макс! Ай! Оружие на землю! По колоссам! Тормози! Я с тобой! ВЫСТРЕЛ Оружие на землю! Оружие на землю! ВЫСТРЕЛ Пионер, девчонка погибла. ВЫСТРЕЛ Чтоб тебя! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ А ты чего пришел? Звонил демофон, ты не отвечала. Ну, поговорить хотела. Объяснить все и извиниться. А что объяснять-то? По-моему, все понятно. Ну, ладно. Считай, извинения приняты. Сумочка у тебя такая большая. Косметики, наверное, много. Очень смешно. Я уезжаю. Куда? К родителям, перцк. Все, хватит с меня. Наелась местными мужиками доста. Да, у нас мужики попроще, конечно. Зато поприятнее. Ты ошибаешься. Да? А я вот доверилась одному. И он сразу обвинил меня, что я заодно с бандитами. А я доверилась второму. И он тут же со своими солдафонами вламывается ко мне домой и пугает меня до чертика. Это не так? Ой, пошел ты, Юра. Слушай, у тебя номер мой есть. Если хочешь поговорить, звай мне. А жалеть меня не надо. А тебя не зря лансетом прозвали. Тебе нравится делать людям больно. А сколько он после себя трупов оставил? Кошмар просто. Старлей сам виноват. Решил поиграть во Мстителя и доигрался. Ромео Архипов поплатился за свою ошибку. Он мертв. Не нам его судить. Ромео, не говори ни слова. Повторить? Да, пожалуйста. Всем по одной, а мне две. Нет, три. Да все как обычно. Вы сегодня какой-то грустный? С девушкой поссорились? Да нет у меня никакой девушки. Пока нет. Витя, ты ведь не стал указывать в рапорте, что Архипов хотел самосуд устроить. Угадал? Послушайте, он потерял напарника и лучшего друга. И у него жена с ребенком остались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова